Всем огромный привет! Хочу показать свои покупки в марте месяца. Так получилось, что покупок в этом месяце оказалось очень много, хотя я ничего особо не планировала покупать. Но увидела очень хорошую акцию на шампуне и бальзамы-ополаскивателе в магазине Магнит и решила закупиться. Какие шампуни продавались? Это от чистой линии. Шампунь укрепляющий был для всех типов волос, двойная концентрация крапивы. Обещает укреплять корни волос, стимулировать рост волос, сокращает выпадение волос. Волосы обещает в 2 раза крепче, что они станут. Аромат действительно травы, крапивы. По 53 рубля всего был шампунь. Ну и, не растерявшись, я их взяла 2. К ним шли бальзамы по совсем смешной цене. Так, сейчас вот отодвину немножко. По 42 рубля. Рядом у нас стоит авоська, и в ней 95 рублей такие бальзамы стоят. Ну и поэтому я решила, что к шампуням надо брать бальзамы. Взяла 2, кажется, бальзама. Нет, 3. Даже 3 бальзама. Вот. И второй шампунь, который шел, тоже чистая линия, объем и сила уже. Тут пшеница и лен. И обещает пышность от корней до 70% больше объема. Для тонких и ослабленных уже волос. Я посчитала, что это мне тоже надо, потому что, когда шампунь заявлен как поднятие волос для объема, то я всегда стараюсь такими пользоваться. Объем нужен, будет не лишний. И взяла я их раз, два и вот еще один. Три. Очень густой, приятный аромат. Ой, спецэффекты. Ну, приятный такой аромат. Крапивный, он все-таки больше такой, да, травки. А здесь, не знаю, хотя пшеницей лен, но цветочный какой-то аромат идет. А вот тот бальзам я взяла всего один, потому что бальзамы не продавались к объему и силе. К этому шампуню в магните по 42 рубля. Я взяла в авоське за 95 только один. Но я подумала, что пока этих три, этот один. Ладно, буду пользоваться так. Но шампунями затарилась, потому что эти шампуни девчонки хвалили. Говорят, очень хорошо ими смывать маски для волос. А маски я делаю постоянно. Еще одно средство покажу, которое я взяла тоже в авоське и увидела. Для меня это новинка. Вообще такого не видела еще. Вот в такой коробочке. Керанова. Органик. Репейное масло против выпадения волос. Вообще, флорисан компания. Новая двухфазная формула с натуральными экстрактами лопуха и крапивы. Для ежедневного можно использовать. Укрепляет корни. Стимулирует рост волос. Почему взяла это масло? Потому что оно идет... Так, вот, где этот способ. Вот. Оно идет тоже на корни волос и на кожу головы. Поэтому, мне кажется, такие вещи классные. Вот так выглядит сам флакончик. В авоське это стоило 95 рублей. Двухфазное средство. Чувствуется, что там масло. А у меня сейчас линька пошла. Ну, видно, что это масло. Прямо вот оно там. Видно, пузырики масляные такие. И я решила, что сейчас нужно активненько полечить корни волос. Поэтому будем лечиться и заботиться о волосах. В общем, вот такое средство взяла. Также увидела вот такую акцию. От Лепетит Марселье. Шампунь. Мягкое сияние. Лен и молочко. А, лен и молочко сладкого миндаля для нормальных волос. И гель для душа в подарок. Вот такой гель. Цветок мака и молочко хлопка. Очень симпатичная упаковочка. Оно идет все вместе. Запечатано. И мне кажется, по-моему, 120 с чем-то рублей вот эта вот парочка стоила вроде в авоське. Ну, не смогла я пройти мимо. Решила, что мне оно надо. И пусть будет. Взяла. Еще одно средство. Так, кто отгадает, что это? Вот такая интересная бутылочка с шампанского. Купила я ее в Дикси. Это гель для душа. Взяла чисто из-за бутылочки. Я подумала, что очень интересное украшение будет на полочке. Не смогла пройти мимо. Поэтому, когда в Дикси увидела, думаю, надо брать. Рублей 80 оно стоило. Но интересное такое оформление. Прикольное. Праздничное какое-то. Дальше. Не знаю, показывать нет. Просто очень хорошая была цена. Альпика. Альпика. Освежитель воздуха. Увидела название ландыш. И решила, что мне оно надо. 30 с чем-то рублей. Меньше 40. Тоже в магните стоило. Ну, хорошая цена. Ну, и ландыш. Мне надо, чтобы в туалете. И от меня отовсюду пахло ландышем. Так, от 100 рецептов красоты. Искала я два средства. Но нашла пока только одно. Очень люблю я скраб. Вот этот яблочный для лица. И также очень люблю крем-гель с клубникой. Но я его не нашла у нас. Но еще найду. Поэтому пока только скраб взяла. Буду пользоваться. Вот такие тут скрабинки. Люблю я такие вещи. Они очень приятно пахнут. Вообще, от 100 рецептов красоты. Он по аромату очень приятный. И когда я найду гель для умывания, то тоже обязательно куплю с клубникой. Потому что мне он пахнет не клубникой, даже а земляникой. Очень люблю. У меня крема для рук очень много. Но у меня мама любит именно вот такие. Видите, тут написано, что быстро впитывается. Вот это для моей мамы самое главное в креме для рук. Она очень любит от Фаберлик. Голубой тюбик. Там вот новая серия. И вот она любит голубой. Ее любимый. И вот теперь она купила Невею. Говорит, мне оно надо. Твои, говорит, все крема жирные. Мне они не подходят. Ну вот такой комплексный. Ну, вы знаете, я попробовала. Я погуще помазала. Вполне такой питательный, хороший крем. А она совсем по чуть-чуть. И ей он больше подходит такой, что быстро впитывается. Не остает ни жирной пленки, не оставляет. На руках хорошо себя ведет. И чувствует руки себя так не жирные. Поэтому классно. Дальше. Ой, в этом месяце у меня опять или нет, не опять. У меня продолжается эпопея кусковых мыл. Не могу я остановиться. Это меня как Викуля Попридухина включила. Я все это мыло покупаю. Очень понравился вообще, если честно, упаковка и название. Черная орхидея, мыло ФА. Оно так открыто. Вот так смотрится кусочек. Интересно. Пахнет обыкновенным мылом. Никакого эдакого аромата нет. Но вот привлекла так упаковка, что я не смогла пройти мимо. Так, следующий кусочек. Лепетит Марселье тоже взяла. Цветок апельсинового дерева. Вот мне этот кусочек очень понравился. Ароматом. Вот действительно пахнет очень-очень вкусно апельсином. Следующий был вот такой клубникой и молоком. Это уже увлажняющая мыльца от Невии. Очень вкусно пахнет. Это нравится. Дальше далеко не убегайте. Скоро мыло кончится. Будет еще интересное. Ну и вот две вот такие вот прелести. Не смогла просто мимо пройти. Увидела упаковку. Хотела купить только апельсиновый джем, но потом увидела медовую дыню. Взяла оба. Это детские мыло. Детское крем мыло. И у них аромат просто бесподобный. Вот действительно пахнет. Классно, вкусно. Один апельсином, другой дыней. Поэтому вообще... А цена там рублей 15 что ли. В общем удивилась я этой цене. Средство классное. Вот. Ну давайте дальше. У меня Максимка очень любит вот эти вот все платочки. Чтоб они были красивые. С кисками, с разными. И он ими не пользуется. Они у него прям как коллекция складываются. Все вот такие вот платочки он взял себе. Помните, я говорила, что очень долго искала крем для тела от Эвелин. Я нашла. Нашла даже не один крем, а целых 4 вида. Но взяла не тот, который искала, а взяла, как мне показалось, еще лучше. Вот она, вот эта Эвелин с красным крестом. Который я искала, было в голубой упаковочке. Там тоже, по-моему, сухая чувствительная кожа, для нормальной кожи был. Потом был еще в красной упаковке для проблемной кожи. И вот этот был в желтый. Био масло органы. Эксклюзивный крем с золотом морока, омолаживающий. Вот такая вот прелесть. Все-таки я его нашла, купила. 200 рублей у нас он стоил, где я нашла. Крем зафольгирован. Это тот случай, когда я пока открывать не буду, потому что, наверное, до осени я его сейчас спрячу. Поэтому буду бороться со своим искушением открыть эту упаковочку. Давайте, чтобы не отсвечивала-то. Так, видно. Дальше. Взяла себе вот такой футлярчик. Почему взяла футляр для помады? У меня очень часто помады с собой лежат и не одна. Но вот зеркальца-то у меня нет. Нет, оно у меня есть, но сумки я меняю быстро. Помаду перекидываю, а зеркало забываю. И поэтому решила взять вот такой классненький футлярчик с зеркалом. Теперь у меня будет зеркало всегда со мной вместе с помадой. Следующая покупка была ароматная. Она даже, скорее, не покупка, а подарок. Это, не знаю, сейчас... Если кто против ароматов, которые являются не настоящими, то вам это будет неинтересно. В общем, у меня появились вот такие два аромата. Эскада и Эклад. Ну, Эклад вот этот. Так, вот тут и я есть свечусь. И Эскада вот такая. Ароматы сделаны. Один в Великобритании, а второй... Не помню где. Ну, давайте я вот так покажу. Так, это туалетная вода. Так, видно. Так. Вот тут что видно. А тут, я не знаю, мы сможем почитать. Нет, тут будет камера отсвечиваться. Ароматы вообще идентичны настоящим. Вот таких вот в карандашиках. И шлейф есть, и стойкость отличная. Вот Эклад от Ланвин. Дело в том, что мне настоящие по деньгам не купить. А вот такие вот версии для меня замечательные. Девчонки, которые пользовались натуральными, настоящими, то они говорят, что аромат один в один... Ну, в общем, перепутать можно. Не понять, где настоящий, где копия. Но копия действительно очень в полном смысле слова копия. Классные ароматы. Вот этот более фруктовый аромат, сладкий такой, приятный. Нежные фрукты. Ну, приторные, но, так вы знаете, нежная сладость, именно ягодная. А этот, я бы сказала, цветочно-ягодный. Я не знаю, что входит там в букеты, но он тоже такой сладковатый, но с цветами. Оба аромата очень понравились. С огромным удовольствием буду пользоваться и носить их с собой в сумочке. Единственный минус, когда вот такие вот упаковки, вот это стекло, оно может разбиться. Оно прямо хрупкое. Поэтому нужно осторожно пользоваться. Ну, побалуюсь, попользуюсь. Ароматы я люблю. Ароматов много не бывает. Поэтому буду пользоваться с огромным удовольствием. Ну, и последняя покупка, это тоже скорее Максимкина. Кто знает, у нас коллекция ластиков. И мы снова пополнили ее. Вот такие медвежата-панды я увидела. И решила не проходить мимо, а побаловать ребенка, купить. Так что наша коллекция ластиков еще пополнилась вот такими тремя прикольными медвежатами. Все, вот это все мои были покупки в этом месяце. Ударно я прошлась по волосам, по шампуням, конечно. Теперь у нас с мамой запасы. Но вообще в доме две женские головы, когда, да еще и длинные волосы, то это нормально, когда есть запас шампуней. Спасибо всем, кто был со мной. Спасибо всем, кто посмотрел до конца. Кто порадовался моим покупкам. Всем до новых встреч и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok